18 сентября сделали единым днем голосования, так как одновременно выбирали депутатов в Госдуму, в Законодательное собрание Приморского края и депутатов по одномандатным округам. В общем, на руки избиратели получали от 4 до 6 бюллетеней. Первые горожане пришли на избирательные участки к открытию. С 8 утра начали голосовать и те, кто находится в следственном изоляторе номер 1 города Владивостока. Избирательный участок, казалось бы, ничем не отличается от остальных. Так же, как и везде, члены избиркома, наблюдатели, бюллетени и прозрачная урна. Разница лишь в том, что избирателей проводят группами и под конвоем охранников. Весь процесс был строго отлажен. Мужчины и женщины заводили по очереди во избежание нарушений. Кабинками для ожидающих вердикта по уголовному делу стали следственные кабинеты, где избиратели ставили галочку напротив выбранного кандидата. У нас еще в этом году такая новинка, наверное, изюминка. У нас еще и сотрудники голосуют, которые обеспечивают весь процесс выборов. Если вместе с ними считать, у нас 873 человека сегодня проголосуют. Из них 745 подследственных, 128 сотрудников. По словам работников СИЗО, тех, кто отказался бы принимать участие в выборах, нет. Явка стопроцентная. Всего на пяти избирательных участках свое гражданское право реализовали 1700 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. И около 5000 сотрудников. Мне уже достаточно лет, и я понимаю, о чем идет речь. Я знаю многие партии. Сам являлся членом одной из них. Поэтому я понимаю, о чем, что партии говорят, что представляют, какие выборные платформы у них. Есть, конечно, новые партии, которые появились. Узнал я об этом, находясь уже здесь. И скажу так, что агитация была представлена. Видимо, те, кто хотели агитировать даже здесь, они это делали, проводили агитацию. Тот, кто голосовал впервые, получал подарок – обложку на паспорт. Тем же самым награждали и на обычных избирательных участках. Правда, выразить свою позицию в основном пришли люди в возрасте от 40 до 60 лет. У нас такой участок, где избиратели в основном более преклонного возраста. Студентов достаточно и среднего возраста мало. В единый день выборов горожане разделились на три позиции. Одни шли голосовать отнюдь не для галочки, другие, чтобы их голосом не воспользовались, а третьи и вовсе решили игнорировать это мероприятие к государственной важности. Почему вы решили проявить свою гражданскую позицию и верите ли вы в демократические выборы? Нет, конечно. А почему тогда пришли голосовать? Ну, надо. Все равно это все переделают. Тогда и жить не надо, с ней не верить. Мы к чему стремимся? К лучшей жизни. Голосуем за тех людей, которым мы доверяем. В моей семье принято участвовать в выборах и каждый раз. Моя семья в полном стае приходит сюда. Мы сегодня пришли в Пятерому. Вы пойдете на выборы? Нет, не пойдем. А почему? Потому что этих дармоидов кормить надоело. Свой голос никому отдавать не хочу. То есть, как бы, это принципиально. Что я сама, что решила, зато и проголосую, чтобы за меня это никто не сделал. Я надеюсь, что все-таки, как бы, в нашем государстве больше превалирует, как бы, так сказать, честный выбор. Вот. Но надеюсь, что все-таки что-то поменяется. Правда, снятое видео нашими коллегами с информационного агентства ВЛРУ доказывает обратное. На кадрах кандидат в депутаты законодательного собрания Приморья Зинаида Ким за голос за Единую Россию платит избирателям 500 рублей. Корреспонденты ВЛРУ под видом продажных голосующих стали свидетелями организованного подкупа, подвоза и признаков сговора с представителями избирательных участков. В критительное удостоверение, вот, значит, потихонечку зайдете, это, как бы, опасно. И поэтому ведите себя так, это, самой. А там кто у нас? Там будет председатель избирательного участка. Вот, к ней вы подойдете. Вы увидите, она в такой оранжевой футболке с короткой стрижкой. Вы видите, как у меня уже словно, я научилась. Мы еще за Ким проголосовали в Единую Россию? Да, конечно. Ну все, всем большое спасибо. Зинаида Николаевна, вы сами полицию вызовете или нам, вам помочь? Почему? Потому что мы журналисты. Да? Да, к сожалению. Ну, как сказать вам, ребята? Ну, полицию, конечно, вызывать не надо, но я заплачу еще больше. Я понимаю. Каждый сейчас делает так, как может делать. Ну, вот, как-то так. Так получилось, что в нашей профессии называется журналистика. Ну, простите один раз. Правда? Ну, вы не получите. Ну, отпустите вы меня, ребята. Ну, чувак, прямо действительно. Правда. Просто вы меня опозорите на весь Приморский край, единственную кореяночку. Я понимаю, Динаида Николаевна, что не вы одна этим занимаетесь здесь в городе. Конечно, конечно. Это все вот сейчас. Все возят автобусами. Я даже никого не вожу сегодня. Несмотря на мальбу Зинаида Ким, не губите мою душу, журналисты выполнили свой профессиональный долг и обнародовали разоблачающее видео, которое теперь является вещественным доказательством. Вот сейчас говорить о каких-то последствиях я бы не хотела. Пусть все-таки правоохранительные органы скажут свое слово. То есть, является ли это в самом деле установлен либо этот факт и дадут оценку именно с точки зрения нарушения законодательства, в том числе уголовного. Вместе с этим нарушением было зарегистрировано 14 жалоб. Тем не менее, уже есть предварительные итоги голосования. По единому избирательному округу лидирующие партии набрали следующие проценты. За «Справедливую Россию» проголосовали 21 104 избирателя. За КПРФ 75 404 человека. За ЛДПР более 84 тысяч. И за «Единую Россию» 158 687 избирателей. По одномандатным избирательным округам на выборах в депутаты Госдумы также лидируют представители партии власти. За Сергея Собчука проголосовало 37 606 избирателей. За Владимира Новикова 56 840. И за Викторию Николаеву 62 973 избирателя. Что касается депутатов Законодательного собрания Приморского края, то «Единая Россия» собрала 171 243 голоса. КПРФ 95 208. ЛДПР 93 866 голосов. И «Справедливая Россия» 31 844. Утвердить окончательные результаты голосования и определить количество мандатов, которые достанутся той или иной партии, избирательная комиссия Приморского края рассчитывает к 21 сентября. Алина Черненко, Игорь Болтов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.